Железнодорожный вокзал – визитная карточка любого города. А Кишинёв особенно гордится при вокзальной площади. Не так давно там завершился ремонт. Но за углом открывается совсем другая картина. Десятки людей, преимущественно преклонного возраста, торгуют прямо на тротуаре. Вера 26 лет проработала экономистом. А теперь распродаёт всё – от свадебного костюма покойного мужа до собственной посуды. Не хватает на жизнь. Не хватает. Отчего мы здесь стоим? Всё последнее дома. Инженер-строитель Татьяна проработала по профессии 40 лет. Её нынешней пенсии не хватает даже на погашение счетов за квартиру. Вот женщина и принесла на барахолку любимую сумку, книги и другие мелочи. Мне кажется, всё, что мне уже считают, что не нужно, я всё из дома выношу. С каждым годом импровизированный тротуарный рынок в центре Кишинёва только разрастается. А в выходные дни там и вовсе негде яблоко упасть. Кто-то живёт красиво, кто-то разворовывает банки, а мы живём на 600 лет. И это раз так можно жить. Как ни удивительно, но на этом рынке есть спрос. Наша съёмочная группа даже заметила полицейского, блуждающего в поиске поношенной обуви. Я думаю, что это люди, у которых очень низкий достаток, но которые тоже имеют свои потребности, им что-то надо. И единственное место, где они могут себе позволить что-то приобрести, это вот этот рынок. Кишинёвская мэрия не раз грозилась положить конец уличной торговле, признавая, что это не красит внешний вид столицы. Но импровизированный рынок уже до вокзала по-прежнему существует. И, похоже, власти решили закрыть на это глаза. Екатерина Кочкина. Настоящее время.